Глаза 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 Однажды я подслушал, как разговаривал один глаз с другим. У женщины было лицо интересное, худенькое. Хорошо бы пойти далеко-далеко на край света, говорил один глаз другому, а второй отвечал, что за глупости, мы едем домой, да и в сумке продукты. Куда мы все это будем девать? Сумку можно и тут оставить, на полу, в метро. Ну да, а что? Ну кое-что можно взять даже с собой, например, пакет молока. А фарш? А фарш оставить? И зонтик. И зонтик. Ну можно и взять, это несущественно. Как несущественно? А если пойдет дождь? Да ерунда. Можно зайти в подъезд и даже познакомиться с кем-нибудь в этом доме. В каком этом? Ну какой нам попадется на пути? Во время дождя? Ну да. Или в хорошую погоду? Ведь мы говорили о зонтике. Ну, вот поэтому я и говорил, наплевать на него. Если очень хочется, и взять можно. А так, и без него еще лучше. И вообще, ты мне надоел. Эх, с этими сомнениями. Посмотри, как жизнь прекрасна. Поезд остановится. Распахнутся двери, и мы без сумки пойдем туда. Но станут кричать. Эй, вы забыли сумку. Ну так можно небрежно махнуть рукой. Ах, дескать, пусть остается. Хм, замечательно. Но что, страшновато? Так вот, выйдем на улицу в неизвестном месте города. И сядем на любой автобус или троллейбус. И поедем до тех пор, пока не захочется сойти. Там где-то близко вокзал. Мы купим билет на самый случайный поезд. И поедем в самом случайном направлении. И сойдем, когда захочется. И где захочется. А цель? А цель? Просто так. Странно то, что оба глаза, обедя эту уж вленную беседу, почти не двигались. Только изредка скользили по случайно зашедшим пассажирам или, наоборот, вдруг уходящим куда-то. Впрочем, может быть, как раз туда. Куда имел в виду один из собеседников? Там. Там очень хорошо. Где? Ну там где-то. У женщины будет все приятно. Худенько. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ